Мне всегда было интересно знать, что ощущает человек особенный, одаренный, не такой, как все. Человек, который умеет делать то, чего больше, кроме него, в этом мире не умеет делать никто. Не знаю, никогда не общался с людьми, чемпионами мира, ну, может быть, рукопашниками и кикбоксерами, а здесь другое. Это молодой человек, он пример для подражания, безусловно. В гостях программы «Неформат», которую все так же веду я, Александр Егоров, сегодня у нас Александр Кобликов. Человек, который умеет делать то, чего, кроме него, на этой планете больше не умеет делать никто. Александр Кобликов в гостях «Неформата». Здравствуй, Саша. Здравствуйте. Расскажи, дорогой, чем ты такой знаменит, что тебя привели на откуп к монстру, типа меня? Ну, во-первых, я жонглер. Это очень здорово. И я бросаю 10 мячей. То есть этого, ну, я один такой. Здорово. Во-вторых, например, я не жонглер, я тоже могу бросить 10 мячей. И таких еще 6 человек сейчас приведу. В каком смысле бросаю? Я жонглер. То есть я могу... Они одновременно находятся в воздухе. 10 мячей. Вот такой он, жонглер Александр Кобликов. Дамы и господа, в эфире программа «Неформат». И ее постоянно ведущий, страждущий я, Александр Егоров. Мы смотрим визитную карточку на нашего уникального артиста. Олександр Кобликов, артист оригинального жанру. Народился 1989-го в Донецку. У 2008-му закінчив Національну академию эстрадно-циркового мистецтва. У віці 19-ти років Олександр отримав гран-при на Всесвітньому фестивалі «Цирк майбутнього» в Парижі. Він единый у світі жонглює 10-ма кулями одночасно. Я не готовился к этой передаче специально, интересно, так сказать, поимпровизировать с тобой, но где-то слышал, что больше семи, по-моему, или восьми мячей этого никто не делает в мире. Ну, девять мячей, то есть девять мячей бросают кое-как, ну, на сцене, вот, на представлении. Но они падают. Ну, да, но они всегда падают, у меня тоже падают. Но вот десять мячей, то есть на перформансах, на выступлениях только я один. То есть я такой, может быть, кто-то где-то репетирует, но так что... Тренируюся. Ну, и пока тренируюся, этого люди не видуют. Очень здорово, очень интересно. Мне понравилась фраза «я один такой». Давай поговорим, сначала начнем. Поговорим о следующем. Откуда ты такой один взялся? Где ты родился, кто твои родители и так далее? Я родился в Донецке, в городе. Естественно. А где ты еще мог родиться теперь уже? Да, конечно. Да, в общем, Донецкая область, там поселок Тельманове, есть такой маленький поселочек. Вот там родители у меня, инженеры, то есть обычно к цирку не имеют никакого отношения. Там была у нас студия, ну, любительская цирковая. Вот я там начал заниматься, ходил, у нас тренер была Минник Валентина Алексеевна. Жонглировать сразу? Ну, там, как обычно, всего по чуть-чуть. Всего по чуть-чуть, да. Да, самодеятельность, то есть там, а там прыгал-прыгал, а потом уже начал постепенно немножко понравилось жонглировать. Еще брат у меня сначала старший. Когда это началось? Сколько лет тебе было, когда ты стал заниматься? Ой, ну, где-то в 12 лет я так начал интересоваться жонглированием. А тебе сегодня сколько? Сегодня 20. А когда ты стал единственным, тебе было? 19. 7 лет и такой путь. Ты уникальный человек. Продолжаем. Что дальше было? И вот мой, ну, мой брат первый поступил в колледж, ну, тогда он был еще колледж, странно-цирковой. Киевский? Да, да, да. Странно-цирковой колледж. Да, и вот он начал мне немножко показывать, рассказывать, вот, и меня увлекло это жонглирование. И потом я уже, ну, когда я поступил, здесь уже так начал профессионально, серьезно заниматься. Угу. То есть, в принципе, вот, ну, так вот, серьезно, я 5 лет занимаюсь. Тренер? Тренер Юрий Иванович Позняков. То есть, самый лучший тренер в мире. Ну, это естественно, у него самые лучшие ученики в мире, да? Да. Двух мнений быть не может. Продолжаем разговор. Итак, возьми какой-то шарик и что-то делай. Умеешь? Ну, конечно. Давай динамичнее будешь. Родители, как относятся к тому, что ты занимался 7 лет этим плотно, понятно, как они относятся. Они старались и делали все для того, чтобы ты стал кем-то. Как ты стал кем-то? Тобой гордятся родители? Ну, конечно, естественно. Как эта гордость их проявляется? Они просто любят тебя, тихо-тихо не мешая жить, звонят каждый день, присылают посылки с едой. Или ты уже в состоянии сам себе купить еду? Нет, ну, конечно же, в принципе, я работаю, то есть, уже могу сам себе прокормить. У тебя контракты? Да, ну, в основном за границей. Ну, здесь есть. Естественно. Кому здесь нужен человек, который умеет делать то, что не умеет делать никто, в этой нашей умудренной об этом страде. Безусловно, за границей. Где конкретно? Ну, вот последний Крисмас у Швейцарии работал. Там два месяца были. До этого Германия там была, немножко во Франции тоже. Ну, Швейцария, немножко Германия. Где-то там еще Франция. Сказал 20-летний молодой мальчик, 43-летний был, умудренного об этом мужчине, который дальше Петропавловск-Камчатского и Витебска никогда не заезжал. Забавно, забавно. Вот метрофористов жизни. Капитализм с человеческим лицом. Читая о своем. Не будем об этом, неважно. Санечка, скажи мне такую штуку. У тебя друзья есть? Ну, конечно. Они тоже бросают? Ну, да. Я уже 5 лет вот в цирке. Ну, учусь, поэтому все друзья, получается, в этой сфере тоже. Цирковые. Говорят, это вообще какой-то особый народ, особая каста. Ну, да. Специальный воздух, опилки, манеж. Ой, ну сейчас этого уже нет. Нет? Опилок, да, это постепенно. Ну, как оно, наверное, всегда будет. Но мы пытаемся от этого уйти. Уже немножко сделать современный цирк. Конечно. То есть вместе с театром какие-то новые формы искать. Что, получается? Ну, да. Наверное, наверное. Ты выступаешь сольным номером или в твоем номере принимают участие еще какие-то? Нет, я сольный пока. Просто выходишь и делаешь то. Я один такой. Ну, это все сказано. Что я могу делать? Хорошо. Друзья тебе завидуют? Нет, друзья не завидуют. Не верю. Мне другие, наверное, завидуют. Ну, нет других. А у тебя есть враги? Ну, как. У каждого человека есть враги. А за что у тебя должны быть враги? Ну, за зависть. Чего ты успел наделать такое? Из-за зависти? Ну, конечно. Ты ничего плохого никому же не делал? Ну, надеюсь, что нет. Ну, это еще успеется. Пока не надо. Не спеши с этим. Хорошо. А девушка у тебя есть? Девушки нет, девушки нет еще. Тебе пора уже. Ну. Мне всегда на примете дочь одного очень интересного человека. Я тебе специально... Ну, тебя же никогда дома нет. А ты ее с собой будешь брать. В эти Франции, Швейцарии и так далее. Можно даже за ее счет. Ей будет интересно. Санечка, покажи чего-нибудь такого эдакого... Ой. Можно так, сюда, сюда. Очень хорошо. Ну, продолжай. Апредельный разговор. Так же, смотри, у тебя не будут затрудняться? Ты будешь поделать и разговаривать. Хорошо. Счастливые годы учения в Академии. Правда здорово? Студенчество. Правда, ты вообще в жителье живешь? Конечно, да. Ох ты вообще. Я тоже туда заходил два раза. Очень интересные люди, контингент. Начинают пивить, заканчивают церковыми. Вы с эстрадами не дружите, да? У вас свои там отдельные меры? Ну, как нет, ну, в общежитии, когда жили, дружили, там, все вместе. Это же разные поводы, да? Все вместе. У эстрадников и... Не, мы все вместе жили. Уже сейчас все вместе. Да, у нас был агентал. Сейчас, к сожалению, общежития нет уже. То есть все по квартирам разбросались. Ну, кому нужны студенты, которые потом становятся людьми уникальными? Это действительно зачем устроить? Лучше вырубим пару парков, пару лесов, построим коттеджи для достойных людей. Это нормально. Саречка, ладно, не будем мы грустным о политике. Давай о светлом и веселом. Ты вообще понимаешь внутренне, что на тебе теперь лежит ответственность не просто как на артисты циркового жанра, не как на жонглёре, на уникальном человеке, который умеет, а ты теперь являешься в определенной степени примером для подражания молодых людей, живущих в нашей с тобой стране. Ну, надеюсь, это хороший пример. Я, безусловно, уверен. Если бы был какой-то другой пример, ты бы не сидел здесь напротив меня. О другом. Ты в меру ответственности ощущаешь в полном объёме? Ну, ещё нет. Пока нет. Пока нет, да. Надеюсь, что какие-то люди будут брать у меня пример. Это будет вообще очень круто. Ты представляешь, как живут в основном молодые люди, там, 14-18 лет в нашей стране, ещё подальше от Киева. Я вижу, видел. Ты видел. Говорит, это страшно. Молодые люди, те, которые нас ещё смотрят и слушают, а также их родители. Смотрите, оказывается, можно и в стране, где кризис, и в стране, где правительство не любит свой народ, не пить пиво и нюхать клей, а с 12 лет пойти в секцию, за 7 лет добиться результатов, стать лучшим, на шарике, получить контракты и устроить своё будущее. В эфире программы «Неформат» Александр Кобликов. Уникальный человек. А мы переходим в рубрику, которую я тебе буду говорить, ну, я здесь только хорошее, исключительно, люди, которые тебя знают. Обратная сторона Луны. Слышал, даже в телевизоре что-то иногда наблюдал и удивлялся, как у него это всё получается. По-своему, уникальный человек. Я когда увидел Саню, у меня было такое ощущение, что где-то я его видел. Оказывается, он снимался у нас в неудачном мюзикле «Приключения Верки в середине». И я вам скажу, что вот человек, который… Вот за последнее время, наверное, было два человека, которые меня тронули. Это была Сюзан Бойл, которую я увидел в Ютьюбе, которая выиграла «Британия имеет талант». И Саша Кобликов со своим номером. Почему? Потому что это люди, поцелованные Богом. Ты не смотришь на внешность, ты смотришь на то, что они излучают, они излучают позитив. И Саня – это то, к сожалению, исключение из правил, которое сейчас есть. То, что в таком возрасте, даже себя вспоминаю по общаге, то мы пьём, то мы курим, то мы там веселимся, то ещё что. Этот каждый Божий день, кроме воскресенья, он с утра и вечера в две репетиции, он кидает эти шары. И я понимаю, что таких людей очень мало осталось. Люди – фанаты своей профессии. И мне очень жалко, что их по достоинству не оценят. И чем я могу помочь Сане, я это стараюсь делать. Потому что реально это человек, которым я хожусь. Мне нравится то, что у него есть цель. И эти 10 шариков – это ерунда. Он бросает 14. А это не делал в мире никто. И чтобы разрушить миф по поводу формат-неформат, очень спорный, да, я считаю, что Саня – абсолютный формат. Его нужно просто подать и показать. И дети, и взрослые, и богатые, и бедные будут сидеть с открытыми ртами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажи о нем поподробнее. Это Цивутова Юрий Иванович Позняков. То есть он меня взял, вот я приехал к нему 14-15 лет. Я поступил. И вот мы начали заниматься жонглированием. Занимались мы, занимались. Потом вот он придумал 10 мячей сделать. Просто как бы там до этого кто-то пробовал, кто-то пытался, где-то выбрасывал. Он так, чтобы встать и бросать, там, секунд 20-30, ну, то, что я сейчас делаю. То есть такого не было никогда. То есть мы это сделали. Мы поехали на фестиваль в Париж. Мы показали, взяли золото, приехали. То есть все получилось. Он хороший, добрый, злой какой? Добрый, конечно. А когда вот тебе что-то не получается, а ты там нарушаешь режим, не проходишь, опоздаешь? Не, ну, я, во-первых, не нарушаю режим. И, ну, это просто, я не знаю, супертренер. То есть он все понимает, я не знаю. Да, то есть... Твои родители живы? Лучшего, да. Отец? Да. Он тебе не ревнует к тренеру, твой отец? Да, нет. Они дружат, они знакомы? У них, кстати, в один день день рождения. У отца и тренера? Да. Только год разницы. А потом не верю в знаки после этого. Родители живут там же? Да, да, в Донецке. Ну, хочешь их сюда перевозить? Да пока нет. Ну, они тоже так не особо занимаются. Да. Прирослись? Братья-сёстры? Нет, брат есть старше. Кто он, чем занимается? Он тоже цирком занимается, он комик, клоунада. Весь у меня, да, я тоже цирком занимаюсь, здесь сижу сейчас. Комик и клоунада. Но я грустный клоун. А твой брат весёлый? Он тоже грустный. Ты, может, хочешь рассказать какую-то историю забавную, интересную, что-то там происходило на гастролях, в поездках и так далее. Для молодых людей, которые тебя сейчас слышат, чего-нибудь познавательного, поучительного? Ого, поучительного. Ну что, нужно просто работать, стремиться, всё получается. То есть, если есть цель, идти к ней, всё будет получаться. Конечно, есть сложности, есть, ну, это как подъём, спад, то есть, ну, всё равно это потихоньку наверх. Главное, не останавливаться. Ну, это в любой профессии, подъём, спад и так далее. Ну, да. Немножко о планах расскажу. Давай, ого, конечно. Сейчас, да, вот здесь 10 мячей я взял. Да. Можем, кстати, если хотите, вот я их в руку беру. Так. Вы можете, тоже попробовать. Упало. Я тебе подниму. Хороший шарик. О, видишь, какие? В общем, да, вот это 10, который я взял, если хотите, попробуйте взять. В руку? Да. В две. Просто взять, не то, что там бросать, да, просто взять. Сначала 4. Я 6 потом всегда второй раз беру. 4. Тихо, тихо. Ещё давайте другую руку. Ещё один. Ещё один. И, в общем, ещё нужно 2, но... Ну, может, не влезть. Уже сложности. Но зато я 8 взял. В мире 9 делают только... А, они же бросают, а я только держу. Да, в общем... Ладно, держи, а то упадёт. Просто, вот видите, это даже сложно взять. Да, о чём ты говоришь. Я могу, вот, смотри. Надо тоже... Третьим у меня не получается. Да, но сейчас, вот, в общем, мы репетируем, хотим сделать 14 мячей. 14 мячей? Боже мой. 10 это круто, это никто не делает. Ну, 14 это никто вообще... Ну, задрать планку, как бубка. Раз прыгнул, и потом 100 лет за ним пусть прыгает, всё равно не перебуду. Здорово. Вот, да. Сейчас мы уже в процессе, в репетициях. Скоро... А где, вот, люди, которые, вот, выступления какие-то внутри, там, Киева, внутри страны ты не выступаешь, понятно? Нет, выступаю иногда, но это очень редко. Люди, так, там, закрытые вечеринки, корпоративы, там, такого типа. Да, в принципе, да. Просто человек, которому интересно не может купить. В цирке ты не делаешь. А прийти, посмотри, что надо. В цирке, да, здесь и... Ну, потому что, во-первых, цирк тебя не хочет, во-вторых, цирк тебя не платит, и так далее. Цирку ты не нужен, нашему, украинскому, ну, как, в общем-то, все мои остальные тоже. Очень здорово. Плохо, нет, минорное, но там, не будем так. О чём-то весёлом и светлом. Что тебя радует в жизни? Кроме, кроме, какие-то увлечения, кроме, вот, бросания шаров, у тебя на что-нибудь ещё время остаётся? Ну, на самом деле, времени не очень много, потому что полдня в спортзале провожу. Много уходит на тренировки, естественно. То есть, если хочешь каких-то больших результатов, нужно чем-то жертвовать и временем, и... То есть, поэтому, то есть, с утра вечером между рептициями отдыхаю, то есть, постоянно в зале. То есть, выходные есть, там, где-то куда-то выезжаем, немножко гуляем, отдыхаем, но, в принципе, сейчас вот только зал, и всё. Дамы и господа, мы начинаем смотреть выступления. Это, кстати, видео из Парижа этого, или какой-то уже снятый номер другой? Это не с фестиваля, это тоже было в Париже, это там было... Ну, в Париже мы в жизни не снимаемся. Да. Мы смотрим выступление жонглёра Александра Кобликова. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!